Добрый день, коллеги! Рада вас видеть, приветствую! Если меня хорошо слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсики в наш замечательный чат, и я с удовольствием начну рассказ. Итак, да, благодарю, благодарю. Новинки издательства Директ Медиа «Ноябрь». Не верится, что на дворе уже ноябрь, но тем не менее, ноябрь и декабрь для издательств научной и учебной литературы – это горячая пора. Мы тесно связаны с авторами, которые активно публикуются, и уже в ноябре стараемся начинать закрывать календарный год по публикациям. Сегодня я вам представлю готовые книги таких направлений, дисциплин, специальностей, как экономика, юриспруденция, право, туризм, экология, управление, химия, педагогика, инженерные и технические науки. Обращаю внимание именно на этот блог, потому что в ноябре мы сделали над ним такую большую работу, и наши усилия видны. Он один из самых объемных, получившихся в ноябре по книгам. Также у нас есть и книги по литературоведению, литературоведческие, по иностранным языкам чуть-чуть, но есть история, и мы пополнили золотой фонд научной классики. Также я вам расскажу о новинках нашего издательства, долгожданных, но не буду забегать вперед. Начнем мы с экономики. Первая книга, которую я хотела бы вам представить, это «Мировая экономика». Это учебное пособие, могу показать вам книжечку, вот она у меня в руках, она востребована, поэтому мы всегда ее держим на складе. В этом учебном пособии рассмотрены все аспекты мировой экономики и международных экономических отношений. Живой, доступный язык пособия и содержащийся актуальный статистический материал выгодно отличают данное издание. Адресовано оно студентам, получающим высшее образование по экономическим профилям подготовки, а также может быть полезно действующим менеджерам и руководителям предприятий. Следующее учебное пособие, которое я хотела бы представить тоже в разделе экономики – «Товарная инновационная политика». Представленный в этом издании курс «Товарная инновационная политика» разработан для повышения компетентности студентов в области теории и практического применения товарной инновационной политики. Курс концентрирует внимание на важности инновационной составляющей современной маркетинговой деятельности, акцентирует особенности инструментария маркетинга инноваций. Адресовано оно студентам средних профессиональных образовательных учреждений СПО, обучающимся по специальности организации обслуживания в общественном питании, специальностям экономика и управления, бакалаврам направления маркетинга, а также сотрудникам коммерческих маркетинговых служб и специалистам в области инноваций и развития бизнеса. Следующее учебное пособие, но в рамках юриспруденции права, это административно-процессуальное право России. Вопросы, рассматриваемые в учебном пособии, помогут при изучении студентами юридических факультетов дисциплины административно-процессуальное право России. Авторы издания освещают процесс становления и развития административно-процессуального права в Российской Федерации. Его источники, принципы, пособия также могут быть использованы преподавателями юридических вузов и факультетов. Также из области юриспруденции монография «Проблемы соотношений и взаимодействия частного и публичного права» на примере отдельных отраслей права. Цель, обсуждаемая в монографии «Проблематики», отражает стремление современных правоведов глубже проникнуть в суть правового регулирования и научно обосновать разность подходов в нормотворчестве и правоприменении в зависимости от защищаемого интереса. Издание это адресовано студентам, аспирантам, преподавателям юридических образовательных учреждений, а также практикующим юристам. Из области управления, управления персоналом представляю вам учебное пособие «Государственные и муниципальные услуги». Вышло оно у нас в ноябре 2020 года. В этом пособии обобщен практический опыт муниципалитетов и субъектов Российской Федерации по предоставлению услуг вплоть до 2019 года. Организация и предоставление публичных услуг, центральным элементом которой является авторская методика формирования публичной услуги как объекта управления. Адресовано это учебное пособие студентам-бакалаврам, обучающимся по специальности «Государственное и муниципальное управление», будет полезно депутатам и работникам местных администраций. Следующий комплект книг, скажем так, это книги одного автора. Организация труда руководителя – это рабочая программа дисциплины и система мотивации стимулирования трудовой деятельности. Первая рабочая программа модуля направлена на получение обучающимися теоретических знаний о современных подходах к организации труда руководителя с последующим их применением в профессиональной сфере, разумеется, а также формирование практических навыков организации управленческого труда. Адресована первая книга обучающимся по направлению подготовки управления персоналом-бакалавриатом. Вторая рабочая программа поможет овладеть теоретическими знаниями о системах мотивации и стимулирования труда с последующим применением в профессиональной сфере и формирует практические навыки по разработке и реализации кадровой стратегии организации. Адресована она также по студентам направления подготовки управления персоналом, но уже магистром. По управлению персоналом мы выпустили учебно-практическое пособие «Практика работы с персоналом» нашего замечательного и постоянного автора Сергея Александровича Шапира. «Практика работы с персоналом» своей целью авторы этого пособия поставили возможность предоставить студентам, обучающимся по специальности управления персоналом, будущим менеджерам организации различных форм собственности, знания, умения и навыки по современным формам, технологиям, практическим методам управления персоналом для роста эффективности труда всех работников и повышения результативности деятельности организации. Но, собственно, все учебные пособия в этом направлении ориентированы именно на это, чтобы стать лучше. Следующая книга в области управления персоналом, но уже монография, это теоретико-методологические аспекты управления интеллектуальным трудом работников организаций. В настоящей монографии анализируются тенденции развития интеллектуального труда современных работников, существующие в информационном обществе и цифровой экономике. Адресована эта монография ученым-экономистам в области экономики труда и управления персоналом, преподавателям социально-экономических и управленческих дисциплин, аспирантам, специалистам в области управления человеческими ресурсами, а также всем интересующимся проблемами управления интеллектуальным трудом работников. Следующая книга тоже в области управления. Видите, не только инженерно-технические науки у нас многочисленные в ноябре, но и в области управления мы поработали. Управление проектами, программами – это учебник, он в двух томах. Представляем вам первый том этого учебника, в котором рассматриваются методология управления проектами и программами, основы и стандарты создания информационных систем, технологии управления, специфика инновационных и инвестиционных проектов, структур, показатели оценивания применяемых моделей и концепций, процессного управления проектами. В общем, все, как и полагается учебнику. Издание это адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрам вузов, руководителям и специалистам региональных органов управления. Переходя к следующей области, к следующему направлению, это экология, строительство, охрана природы. Представляю вам учебное пособие. Вы видите, что по специальному оформлению оно ориентировано на среднепрофессиональное образование. Природоохранные сооружения и мероприятия. В данном учебном пособии рассмотрены сооружения и мероприятия, направленные на решение широкого спектра актуальных для природы и общества задач. Издание это будет полезно студентам, обучающимся по специальностям рациональное использование природо-хозяйственных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, природоохранное обустройство территорий, строительство и эксплуатация инженерных сооружений. В общем, такой объемный диапазон. При этом учебное пособие довольно полное, охватывает очень много направлений и специальностей. Обращаю ваше внимание на него. Из области экологии и охраны природы представляю вам учебное пособие защиты растений. Эта книга тоже в двух частях. Перед вами первая часть. Пособие это поможет в изучении эколого-хозяйственных групп и видов насекомых-вредителей древесных растений, их отрицательного воздействия на состояние, устойчивость и полезные функции лесных насаждений для своевременного и эффективного применения лесозащитных мероприятий. В предлагаемую вашему вниманию первую часть пособия вошли четыре главы, посвященные изучению стартового раздела дисциплины защиты растений. Адресовано учебное пособие студентам, получающим образование по направлению лесное дело. По химии было выпущено издание «Неорганическая химия в цепочках превращений, задачи и тесты». Это пособие адресовано учащимся 9-11 классов, причем учащихся школ, лицеев, гимналии с углубленным изучением химии. Цепочки превращений, задачи, упражнений и тесты по неорганической химии позволят систематизировать, углубить и оценить знания учащихся. Отметим, что издание может быть полезно и при подготовке к поступлению в ВУЗ. В области туризма была выпущена монография «Инновации в экскурсионной работе. Концепции, технологии, практика». Это объемная, коллективная, содержательная монография. Она в двух частях. Изображение обложек я вам представляю в презентации. Монография поможет познакомить экскурсионное сообщество с инновационными трендами в отрасли, вооружить инструментами для собственного профессионального роста и диверсификации экскурсионного продукта, показать возможности для совершенствования мастерства, отразить лучшие кейсы и креативные идеи, которые находят успех и пользуются спросом у сегодняшнего клиента-экскурсанта. Обе части издания будут просто незаменимы таким подспорьем для экскурсоводов, гидов, организаторов экскурсий, методистов, руководителей туристко-экскурсионных предприятий и учреждений, научных работников, студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению туризм. Следующее издание тоже из области туризма, но очень интересное учебное пособие. Обратите на него особое внимание. Человек и его потребности в рыночной модели культуры. В современной культуре прослеживается проникновение рыночных отношений в экономику, а также их влияние на формирование современного человека. Для раскрытия подходов к любому человеку в данном пособии изучается система его потребностей, их формирование, динамика, основные классификации. Прослеживается место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. Курс этот направлен на формирование у студентов знаний о человеке, его потребностях и методах их удовлетворения, способах подходов к потребителю в сфере услуг, изучение места и роли сервиса, повторюсь, опять же, в удовлетворении человеческих потребностей, направление на освоение методологических подходов к человеку в сфере сервиса. Это учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям культурология, туризм и психология. Переходим к блоку, анонсируемому умной инженерно-технических наук. Представляю вам в первую очередь учебник для вузов основы электромагнитной совместимости. Что о нем можно сказать? Ну, так как освоение человеком электрической энергии и электромагнитных технологий, начавшиеся более ста лет назад, приобретает в настоящее время все большие масштабы, то представляемое вашему вниманию пособие будет особо полезным для будущих инженеров-электротехников. В издании дается много новой информации о воздействии электрического тока на человека и о воздействии электромагнитных полей, электроустановок, молний и информационно-технологического оборудования. Авторы этого пособия формулируют ряд правил, пригодных для решения задач электромагнитной совместимости, возникающих в повседневной практической деятельности на производстве. Книга эта может быть адресована инженерно-техническим работникам органов гостехнадзора и госпотребнадзора. Следующее учебное пособие «Динамика мехатронных систем». В этом учебном пособии рассмотрены основные виды математических моделей, применяемых для описания мехатронных систем и отдельных узлов, а также способы оценки вида переходных процессов по динамическим характеристикам. Адресованы это учебное пособие аспирантам, научным сотрудникам и студентам-магистрантам, обучающимся по направлениям подготовки, управления в технических системах и мехатроникам. «Дискретная математика и математическая логика» это следующее наше издание, это учебное пособие. Авторами этого издания раскрыто содержание комбинаторики, изучены основы математической логики и вопросы логики предикатов. Актуальность рассмотренных тем связана с тем, что дискретная математика глубоко проникла в науку, технику, повседневную жизнь, и ее методы используются для описания различных проблемных ситуаций. Это учебное пособие адресовано студентам физико-математических специальностей и направлении бакалавриата. Следующая книга – это учебник «Дороги и поверхности движения наземных транспортно-технологических машин и комплексов. Справочные материалы к теории местности машины». Справочная информация этого учебника необходима для эффективного проектирования, «Эксплуатации и маркетинга мобильных наземных транспортных машин». Вот если кратко говорить об этой книге, то это основной блок, содержащийся в ней информации. Это издание адресовано обучающимся по направлениям наземные транспортно-технологические комплексы, а также научным работникам и инженерно-техническим работникам, занимающимся исследованиями и проектированием авторитракторной техники, транспортно-технологических машин и комплексов вездеходов, мобильных роботов и планетоходов. Кстати, очень интересная книга. Следующая тоже довольно узкая область – «Основы химатологии». Тоже учебник обеспечения эксплуатационной надежности летательных аппаратов всегда являлась наиболее важной задачей. Поэтому все большее внимание обращается на эксплуатационные средства, свойства горюче-смазочных материалов, от которых зависит надежность двигателей и систем летательных аппаратов. Говорила я, что это довольно узкое издание. В этой книге изложены основные положения авиационной химатологии, как науки. Рассмотрены в общем виде проблемы, возникающие при эксплуатации авиационной техники и связанные с качеством применяемых горюче-смазочных материалов. Содержатся сведения о современных авиационных двигателях, топливных и масляных системах, летательных аппаратов. Приводится информация о технических характеристиках двигателей отдельных агрегатов и узлов, зависящих от качества горюче-смазочных материалов. Адресован этот учебник студентам вузов, обучающихся по направлению подготовки двигателей летательных аппаратов. Немножко спустимся с небес на землю. Следующая книга – «Учебно-методическое пособие. Технологическая практика проектирования и изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам». Для тех, кто во время пандемии не научился еще шить, теоретическая часть и практические рекомендации этого пособия помогут во многом. Они продуманы, апробированы, помогут закрепить у студентов будущих технологов, если быть уже серьезней, конструкторов швейных изделий, дизайнеров костюмов, художников-стилистов и имидж-дизайнеров полученные умения и навыки. Эта книга сформирует общие профессиональные компетенции, что в конечном итоге приведет к творческому и осознанному решению профессиональных задач. Кроме обучающихся, издание может быть полезно использованным преподавателями учебной дисциплины и руководителями производственной практики. Отметим, что богатый иллюстративный материал этого издания в значительной мере помогает в усвоении материала. Далее переходим к педагогике. Этот блок неизменный в нашем ежемесячном контенте подготавливаемых книг. И начну я с инклюзивного календаря справочника педагога-психолога. Вообще мы инклюзиву уделяем большое внимание. Это видно по новинкам, которые мы выпускаем. В данном учебно-методическом пособии инклюзивный календарь справочник педагога-психолога авторы охарактеризовали как проект, позволяющий в полной мере реализовать в социокультурной среде образовательной организации идеи инклюзивного образования в процессе подготовки психолого-педагогических кадров высшей квалификации через организацию инклюзивных практик студентов. Издание это можно рассматривать как современный инструмент продвижения инклюзивных ценностей в системе образования и повышения инклюзивной культуры общества в целом. Адресовано методическое пособие, учебно-методическое пособие студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся на психолого-педагогическом и педагогическом направлениях подготовки, специалистам, работающим с инвалидами, с лицами СОВЗ, родителям детей с особыми образовательными потребностями, а также всем, кто интересуется вопросами инклюзивного образования. Следующее учебное пособие тоже касается инклюзива, подготовка будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образования. Учитывая, что психологическая поддержка детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях инклюзивного образования является непременным условием их успешной социализации, данная книга станет большим подспорьем преподавателям вузов, аспирантам, студентам, обучающимся по направлению психолого-педагогическое образование, учителям, педагогам-психологам, работающим в системе инклюзивного образования. В этом издании обобщены результаты исследований авторов в области психолого-педагогического сопровождения школьников, имеющих особые образовательные потребности в системе инклюзивного образования. Следующее программно-методическое пособие это вторая часть, предыдущую часть мы выпустили месяцем раньше. Автор этого пособия Наталья Викторовна Микляева в октябре был проведен вебинар с автором очень вообще потрясающий автор и вебинар был настолько ценным по своей содержательной части, что если кто-то не видел из вас, но интересуется все той же инклюзивной частью, я рекомендую просто пересмотреть в наших записях на ютубе и немножко вернусь к программно-методическому пособию. Как я уже говорила, это вторая часть пособия, она адресована воспитателем, специалистом коррекционного профиля, педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования. В организации работы с детьми старшего дошкольного возраста издание поможет развить у ребенка интеллектуальные умения использовать известные ему структуры и функции при осмыслении новой познавательной информации. Вот это вкратце то, что содержится во второй части этого пособия и, конечно же, я рекомендую рассматривать их именно вместе. По педагогике это все. Что касается да, Павел Юрьевич, спасибо большое за ссылочку. Действительно, очень ценная была информация и рекомендую вернуться к просмотру эфира с Натальей Викторовной Микляевой. А мы переходим к иностранному языку, более того, к направлению истории искусств в тесной связи с иностранным языком, в частности, с английским. Представляю вам краткие рекомендации по обучению английской письменной научной речи. Это учебное пособие отличает то, что в нем наряду с теоретическим изложением материала предлагаются упражнения, выполнение которых является ключом к успеху написания реального научного искусствоведческого эссе, рецензии. И вообще с использованием этого учебного пособия можно давать обзоры работ художников, представленных на выставках. В общем, диапазон использования этого пособия очень и очень широк. Изучать основы письменной научной речи авторы предлагают студентам, обучающимся по направлению подготовки истории искусства. Вот это очень важно. Именно в этом тесная связь языка и искусствоведческого направления. Переходим к литературоведению. В этой области мы в последнее время обращаем внимание на работы редкие. Все-таки вот даже как филолог могу сказать, что конечно изучать мастодонтов нашей литературы это это хорошо, да, но уже столько работы по знаменитым писателям и поэтам, что хочется чего-то новенького. Вот предлагаем вам монографию, она вышла в ноябре, категория времени в художественном мире Водолазкина, Евгения Водолазкина. В этой монографии рассматривается проза Евгения Водолазкина, филолога-медиевиста, общественного деятеля, современного писателя, чьи произведения посвящены проблеме времени и роли истории в жизни человека. Адресована эта монография всем, кто интересуется литературой и творчеством нашего современника Евгения Водолазкина в частности. Обращаю ваше внимание на эту книгу. Следующее учебное пособие тоже заслуживает внимания. Библейский текст в русской литературе конца 19-го и первой половины 20-го века. Формально книга, которую мы предлагаем вашему вниманию, это курс лекций, вобравший опыт преподавательской деятельности автора. А фактически это гораздо более широкое учебное издание, рассчитанное на творческий подход тех, кому оно адресовано. После каждой главы даются не только вопросы для закрепления изученного, как это принято, но и темы для исследований, в которые могут превратиться конспекты и доклады студентов. Это делает труд автора этого пособия особенно полезным в качестве пособия для начинающих литературы ведов. направлено изданное это пособие для студентов-магистрантов и аспирантов гуманитарных направлений подготовки. А также оно будет интересно всем тем, кто интересуется русской литературой и культурой. Следующая книга это уже исторический труд. «Жизнь русского человека XVI-XVII веков. Вера, семья, дела, житейские». В этой книге осуществлена попытка реконструировать восприятие мира природного и социального на основании источников, в которых содержится информация, характеризующая различные аспекты внутреннего мира человека. Понимая, что речь идет о религиозном сознании автор исследует лишь ту часть, которая обычно называется народной религиозностью. В частности, рассматривается внутренний мир русского человека в позднего средневековья, в его повседневности и намечаются общие контуры его миросозерцания и мировосприятия. В общем, так вот сложно, но попыталась вам рассказать, в чем суть этой книги. Очень и очень интересное издание. «История русской бюрократии» следующее издание «Ноябрьская» и эта книга, заметно выделяющаяся на общем фоне. Мы ее долго ждали, не буду скрывать, рада вам ее представить. Являясь одновременно историческим и научно-популярным изданием, произведение это содержит элементы юмора и сатиры. оперируя проверенными данными и используя литературные иллюстрации из литературных источников соответствующих эпох, автор доступным языком показывает и объясняет, как и почему в разные периоды возглавлявшие пирамиду власти высшие сановники и аппарат управления не всегда работали в пользу страны и как был организован сам бюрократический аппарат в разные времена. В общем, интереснейшая книга, юмора и сатиры в ней достаточно. Посмотреть на то, как складывался аппарат власти в разный период времени, это посмотреть со стороны на себя. Следующие издания, они тоже исторического характера, но они пополнили наш фонд золотой научной классики, потому что это не современные издания, а такие исторические редкости, в частности «История инквизиции в средние века». Это трехтонное издание книги «История инквизиции американского ученого Генри Чарльза Ли. Книга эта признана одним из лучших полных обстоятельных изданий, посвященных такому интересному и противоречивому периоду в истории церкви как инквизиция. Труд, вызвавший в начале XX века настоящую сенсацию в Европе, по сути, является глубоким и беспристрастным изучением причин зарождения инквизиции, биографии ее служителей, архивных документов разных стран и времен. В настоящее время книга продолжает оставаться одним из самых полных и объективных исследований средневековой инквизиции. Ну и предлагаемое издание будет интересно не только любителям истории, но и всем тем, кого привлекает изучение политики и законов управления государством. В общем, такая очень неоднозначная книга, если кто-то о ней не слышал, вот, пожалуйста, вам must have этой осени. Еще одна книга, но она такая более традиционная, тем не менее, в свое время была не менее знаменитой. Три портрета эпохи Великой Французской революции. Эта книга выдающегося историка Альберта Захаровича Манфреда посвящена судьбам трех крупнейших деятелей Великой Французской революции. Ярко, эмоционально автор рассказывает о мыслителе Жан-Жаке Руссо, знаменитом ораторе графе Анареда Мирабо и Максимилиане Робеспьере, одном из влиятельнейших вождей Великой Французской революции. Его имя прочно и навсегда уже ассоциируется с массовыми казнями и террором во времена революции. Ну, вот это кратко об этой замечательной книге. Что касается новинок, о которых я вам говорила в начале, наше издательство занимается не только поиском уникальных книг, но и таких вот редкостей для того, чтобы осуществить современный перевод. Например, это книга Букера Ти Вашингтона «Воспряние от рабства». Это автобиография. Рада вам ее представить. Книги этой уже более века и она остается бестселлером. В 1998 году она заняла третье место в списке 100 лучших книг жанра нонфикшен всех времен по версии редакции Modern Library «Воспряние от рабства» это написанная в начале 20 века невероятно увлекательная история жизни Букера Вашингтона одного из самых влиятельных афроамериканцев своего времени. Автор рассказывает о трудном детстве, о своей юности, о неоссякаемой жажде знаний и работе по созданию и развитию Института Таскиги, который существует и по сей день. В общем, книга интереснейшая. Мы осуществили перевод ее и рады вам представить. Еще одна новинка, но уже более современная, это последняя книга мыслителя, активного участника публичной политики в 1991-2016 годах Гейдара Джемали, автора гениального философского эссе «Ориентация Север», написанного в 80-е годы прошлого столетия «Сады и пустоши». Это можно назвать автобиографией, но в то же время книга похожа на политическое завещание и некий такой манифест. на страницах этого издания множество обаятельных и смешных портретов друзей, врагов, яркие зарисовки повседневной советской жизни, или, как пишет сам автор жизни Совка, описание системы удушения мысли в Совке, рассказ о противостоянии системе и самому бытию. Отмечу, что данное издание особенное, в него в виде ссылок это популярные сейчас QR-коды, вы все уже знаете, что это такое знакомо, добавлены видеофрагменты диктовки книги Гейдаром Джамалем, уникальное издание и обратите на него свое внимание, наверное, одна из лучших современных книг, которые выходили в последнее время. еще о новинках издательства, но немножко уже другой направленности, более такой альбомный, художественный, тоже очень яркая книга и долгожданный выпуск в нашем издательстве. это альбом иллюстрированный обитательницы веселых кварталов, вот так мы аккуратно это все назвали, глазами художников. Эротика в изобразительном искусстве родилась практически одновременно со самим искусством, сюжеты из бордельной жизни были популярны в искусстве на протяжении многих веков, Древний Рим, Греция, средневековая Индия, Китай, Япония, Любую страну, которую не возьми, везде это есть. Вспомним только эпоху Возрождения, наконец, реализм и модерн XX века. Многие художники Востока и Запада черпали вдохновение в объятиях жриц любви. Они были сами жрицы не только моделями, но и музами, а иногда и женами многих деятелей культуры. Словом, сложно не признавать тот факт, что веселые кварталы играли исключительную роль в искусстве и литературе. Представляем вам иллюстрированный альбом, в полном мере освещающий эту пикантную тему. Разнообразные интерпретации позволяют проследить образ жриц любви от античных времен до XX века сквозь призму визуальным искусствам. Я так аккуратно вам об этом рассказала, но книга на самом деле больше исследовательская, чем впечатляющая своим иллюстративным материалом. Все-таки наша задача была больше в области науки и исследования, чем в области развлекательной. И последнее из новинок нашего такого насыщенного ноября. Это тоже переводная литература. С радостью, с гордостью вам представляю эту впервые переведенную на русский язык книгу всемирно известного философа и психолога Вильгельма Шмида. В течение 16 недель эта книга возглавляла список бестселлеров после первой публикации в 2014 году. Автор предлагает 10 практических шагов к обретению состояния безмятежности. Того, что современное общество с его бешеным ритмом жизни, с модой на вечную молодость увы потеряло. Радоваться жизни, ценить то, что мы имеем, суметь красиво состариться, всему этому научит книга «Что мы обретаем, становясь старше» о безмятежности. Обращаю ваше внимание на нее, книга действительно достойная, а самое главное, что она дает наконец-то тот ответ, для чего мы пришли в этот мир и как с этим совсем справиться. Друзья мои, на этом все. Ноябрьские новинки закончены. Напоминаю вам, что наши книги можно не только в конце месяца послушать в моем потрясающем эфире, но и регулярно смотреть размещение на сайте нашего издательства directmedia.ru также мы выкладываем в наших соцсетях в инстаграме, вконтакте, в фейсбуке. Ну и буду рада рассказать вам ровно через месяц, чем же мы пополнили наш контент и что интересного нам готовит конец этого сложного года. Всем удачи, здоровья, если есть какие-то вопросы, рада буду ответить, если нет, я вас всех жду ровно через месяц. 30 декабря буду завершать этот год новыми книгами. Спасибо большое, до свидания. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня я завершаю наш вебинарный день и этот наш вебинар. Давайте поблагодарим Анну за замечательный вебинар. Я только что выдал всем сертификаты и сейчас, как всегда, размещу ссылку на 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 то место, где эти сертификаты вы можете скачать. Одну минутку, это займет у меня буквально несколько секунд. в чате я разместил эту ссылку. Мы ждем вас на новых вебинарах Директ Академии. Приходите, будет интересно. Директ Академия это вебинары каждый день. Завтра мы снова ждем вас вебинара 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 Продолжение следует...